В это трудно поверить, но это так. Всего полтора столетия назад медицина, непрерывная история которой в Европе насчитывала уже более двух тысяч лет, несла скорее угрозу для жизни пациента, чем спасение. Дело было даже не в том, что она широко применяла такие лечебные процедуры, как кровопускание, бесконечные, то есть по нескольку раз в день на протяжении многих лет клизмы, лишение еды и питья и даже прижигание каленым железом. Еще хуже было то, что в арсенале врачей практически не было по-настоящему эффективных средств, как показывают современные объективные исследования. Почти все тогдашние лекарства сегодня могли бы в лучшем случае считаться биодобавками. Но самое главное, у медицины не было ни умения распознавать различные болезненные состояния, ни критериев эффективности лечения. Медики того времени почти ничего не знали о том, как работает человеческий организм – здоровый или больной. Из всего, что было известно об этом сегодня, в их распоряжении были только знания об анатомии. Так было во времена Гиппократа и Галена. Но в середине XIX века это положение вдруг стало меняться. Рассказ об этом чудесном преображении медицины обычно строится вокруг имен Земельвайса, Листера, Пастора. И это совершенно справедливо. Но все начиналось немного раньше. В 1835 году во Франции вышла небольшая брошюра никому неизвестного врача Пьера Луи. Недоверчивый доктор сравнивал течение пневмонии, дифтерии и некоторых других лекарадок у больных, которых лечили пиявками, считавшихся в то время наилучшим средством от этих и многих других болезней. С теми, кто не получал вообще никакого лечения. И он обнаружил, что вероятность смерти в этих случаях одна и та же. Оказывается, испытанный метод нисколько не содействовал выздоровлению больного. Медицинское сообщество было шокировано его попыткой поставить под сомнение освещенный веками метод при помощи каких-то цифр. Тем не менее, спустя пять лет, соотечественник доктора Жюль-Люи Гаварре опубликовал уже солидную книгу «Общие принципы медицинской статистики». По сути дела, эти два сочинения впервые дали врачам возможность оценить действенность своих методов и лекарств. Уже через семь лет после выхода книги Гаварре, Игнац Зимелевайс начал свою донкихотскую кампанию по обеззараживанию рук врача. На подвиг его толкнула именно статистика, неумолимо свидетельствующая, что даже в лучших клиниках роженицы умирают от родильной горячки гораздо чаще, чем те, кто рожает дома. Героические усилия Зимелевайса закончились смертью в сумасшедшем доме. Но в конце 1860-х годов Джозеф Листер уже твердо вводит в хирургию асептику и антисептику, вместе с которыми в клинике и пришел белый халат. Одежда, на которой сразу видно любую грязь. Луи Пастор делает основой медицины микробиологию и разрабатывает метод вакцинации. Именно школа Пастора, которая соперничала со школой Роберта Коха, позволили перейти в наступление на болезни. Стрельцов. Медицина. Преображение ремесла. Журнал «Вокруг света. 2011 год». Номер 12. Страница 98-99. Цитируется по порталу weekend.ru Редактор субтитров А.Семкин